МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие зрители! С вами Светлана Пикулева и программа День республики Минамшаэрия. Здесь мы знакомим вас и по-новой знакомимся сами с городами и районами нашей республики. Весна на севере этого района начинается на неделю позже, чем на его южной территории. Это неудивительно, ведь расстояние от самой северной до самой южной точки района более 100 километров. Это Болезинский район. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Болезинский район находится на севере Удмуртии и растянут более чем на 100 километров. Среди соседей Кировская и Пермская область, районный центр, поселок Болезино. А село Болезино – одно из самых старинных населенных пунктов Удмуртии, оно старше соседнего Глазова. Станция Болезино – крупнейший в республике железнодорожный узел и крупнейший на всем перегоне Киров-Перм. В районе развито кадетское и патриотическое движение есть, что посмотреть и туристам. В районе сразу четыре центра национальных культур, объединенных в единый маршрут. Центр русской старообрядческой культуры в селе Сергино. Центр татарской культуры в деревне Кистым, где живут чипецкие татары. В деревне сохранилась мечеть, которой более 100 лет. Центр бессермянской культуры в селе Юнда, где коренные представители народности сохранили свою самобытность. Центр удмуртской культуры в селе Люк, где познакомился, с традиционной культурой, научат о замутмурского языка и покажут, как приготовить перепечи с пестиком. Болезинский район, открыт для гостей, предлагает богатые возможности для агро- и этно-туризма. Об истории, особенностях и перспективах Болезинского района будем говорить с нашим сегодняшним гостем. У нас в студии историк-краевед Анатолий Шарипов. Здравствуйте, Анатолий Панкевич. Здравствуйте. Можете определить в двух словах, какой он Болезинский район? Он большой, северный, но сам район делится еще в свою очередь на северную часть и на южную часть, потому что вытянут с севера на юг достаточно длинно, это свыше 100 километров. Если, скажем, жителю дальней деревни ехать в райцентр, это получается 90 километров. То есть расстояния достаточно большие. По северу, север это Вехникамская возвышенность, по нашей территории течет Кама, и там находится самая высокая точка Удмуртии, свыше 300 метров. Кесцы немножко спаривают этот факт, но мы стоим твердо на своей точке зрения. По югу течет Чепца, это самая большая река в нашем районе, ну Балетана отметим сразу. Мы по территории второе место занимаем, а были когда-то на первом месте. Я лично переживаю по этому поводу. А что случилось? А из-за бездорожья часть территории отдали в Глазовский район в 1989 году, и теперь мы уступаем на 10 квадратных километров Уфинскому району. Четвертое место по населению мы занимаем. И еще самая крупная железнодорожная станция находится у нас. Это станция Болезино, как-то вот одна из республиканских газет заголовок даже давала такой. Станция Болезино, железнодорожная столица Удмуртии. Ну мы долгое время еще по сельскому хозяйству входим в числа лучших районов. И даже был такой период с 2008 по 2015 год мы были абсолютными лидерами по производству молока. Ну сейчас немножко уступили своей позиции, другие районы обогнали. У нас принято считать, что северные районы, они в более, ну в таком невыгодном что ли положении, да, в природно-климатическом. Поэтому там сложнее показывать высокие результаты. Да, и с дорогами проблемы. И сейчас замечаю, у вас официальные лица даже иногда, когда проводят пример по сельскому хозяйству, северный район, они почему-то начинают с Шарканского. Если Шарканский район, северный район, мы какие-то, не знаю, крайний северный, заполярье какое-то получается. Вот таким образом. Конечно, район Удмуртский. Это без вопросов Удмуртский район. Самое древнее население – это Удмурты. Но, тем не менее, у нас живут русские старообрядцы. Северная часть – это такой русский регион, старообрядческий регион. И татары. Много веков уже у нас живут, несколько татарских деревень. И вот такой загадочный народ – бессеремяне. То есть мы много национальный район. Еще в этом тоже своя особенность. А есть сведения, когда, кем осваивались эти северные земли? Есть, есть, есть сведения. Ну, вот эта история, наглядно, можно проследить историю нашего района тысячу лет, вот таким образом. Потому что мы входили в орбиту влияния древнего иднокара. Сам иднокар, конечно, расположен рядом с Глазовым, но мы были подданными иднокара. Мы входили в это племенное образование. Младший брат Идны, Гурья, основал второе по значению. Кар – это Гурьякар. У нас лет 40 уже периодически идут археологические раскопки. Это в Балезинском районе, да? В Балезинском районе, да. По правому берегу Чепцы. Там много интересного они раскапывают. Еще там жила местная воршрутная группа. И у них были свои два кара – Узякар и Карьел. Конечно, местные подчинились, потому что иднокарцы были сильнее. А Гурья, он активно помогал старшему брату, скажем, возводить крепостные стены. Лес он рубил. И бросал лес прямо, вот они, по воздуху. Больше 20 километров летели, будто бы бревна, легенды рассказывали. И вот Идна их ловил на высокой горе. Строили крепостные стены. Легенды рассказывают, что Идне надо было силу показать над своими подданными, подчиненными. И время от времени он баловался. Гири кидал далеко. Сорокопудовые гири. И вот такие гири так нежданно один раз упали прямо на центральную улицу Карьела. И что случилось с Карьелом? Мысли даже о сопротивлении не возникло. Потому что сила за Иднакаром. История Иднакара, она величава и трагична очень. Потому что разорили, исследователи ведут, конечно, исследования. Иднакар погиб, потом и наши Кары тоже погибли. Интересная легенда, как погиб Узя Кар. Узя – это Эксей, князь. И он, конечно, достаточно был богат. Завистников много появилось. И провокаторов, подстрекателей. Народ восстал, все растащили, все разбазарили, провели. Вот так называемую экспроприацию экспроприаторов. Самого Эксая утопили в болоте. Но никто не разбогател. Потому что подземные кладовые он заколдовал. Никто не нашел ничего. И вот 800 лет прошло. Люди ищут до сих пор. Находят что-нибудь под землей? Археологи только находят, остальные нет. А полезные ископаемые есть? Ну, полезные ископаемые, это имеется в виду. Ну, таких больших нет. Но, правда, на северной стороне начали нефть добывать. Золото не находят? А иднакарцы умели, и наши тоже умели делать. Да, ювелирное ремесло у них тоже было. То есть ювелирное тоже находят, да. И там и костяное ремесло, и кузнечное дело, ювелирное. Все это было свое. Они сами умели этим заниматься. Изначально это были чисто удмуртские земли. Чисто удмуртские племена. Потом уже стали приходить русские и другие народы. Да. И вот когда разорили иднакар, другие кары, вот историк Гришкина отмечает, что на несколько столетий жизнь там замерла. Этот период она называет периодом великих потрясений. Вот. И потом начало где-то оживление новое с конца, наверное, 16 века, когда под натиском русских с запада шли русские, и с бассейна Вятки, снизовье в Чепце, удмурты начали уходить в леса. Они поднимались по Чепце, уже конкретно в наши края. И по притокам Рег вдоль Чепце основали новые населенные пункты. Так возникло болезино на месте вот этого старинного узякара. Так вот это поезд. То есть удмуртское население, оно самое древнее, это автохтонные, вот они живут с незапамятных времен. И пришли удмурты, которые вот отступали на восток. Вот таким образом. И осваивали они новые деревни, и приносили с собой наименование своих деревень с низовья в Чепце. А болезино, поселок, ставший потом районным центром, он как образовывался? Сам поселок молодой. Село болезно по правому берегу Чепцы, это старинное село. Вот я расскажу, что на тысячу лет история прослеживается. Узякар потом болезно. А поселок, он возник в связи с строительством железодороги, транстибирской железодороги, дорога прошла через нас. И на таком болотистом месте, малоприспособленной для жизни, возникла станция болезно. Назвали вот по ближайшему населенному пункту, который станция возникла на левом берегу, а село болезно было на правом берегу. А почему вот именно в таком неудобном месте, как вы говорите, болоте? Ну, у них же дороги были свои порядки, через определенное место надо было водонапорные башни строить. Паровоз должен будет заправляться водой, углем. И вот так получилось, что вот на такое болотистое место вот выпала верста такая, и поставили точку, и там возникла станция. И она стала вот самой большой. Само название, если говорить, откуда оно произошло, тут несколько версий. Конечно, уважаемая точка зрения ученого Атаманова. Он предположил, что это вот слова «балясин», «глаз ягненка», «глаз овечий глаз». Ну, видимо, так родники порой называли. Это первая гипотеза, первая легенда. А второе – это местные краеведы рассказывают, что это вот удмуртского слова «балянзин» – запах рыси. Вот где-то в районе современного Кирова Чапеца жили вот предки наших болезинцев. Когда они осваивали это место, вот они назвали «балянзин». И когда уходили к нам вверх по Чапце, они принесли это наименование и сюда. Отсюда «балянзин». И русские всегда транскрипции, они меняли название, и получилось «балязино». А вообще-то боляны, рыси водятся в болезинских лесах? Ну, и другие животные. Насколько они богаты? Лоси, кабаны, медведей стало много. Раньше не было? В какой-то период их было немного уже, но сейчас у них и стало больше. У нас есть кепский заказник, и благодаря этому животных в лесах тоже хватает. Как вы сказали, удмурты составляют большинство. И сегодня также, да? Так же. А вот в селе Люк у вас открыт Центр удмуртской культуры. Я предлагаю посмотреть сюжет, как и чем живет этот центр. Киньёс, 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 киньёс лыктылям. Киньёс, 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 киньёс лыктылям. Малые-малые-малые-малые-малые-малые-малые-малые-малые-малые-малые-лыктылям. Болезинский район многонациональный. Четыре центра национальной культуры планируют сейчас объединить в единый тур-маршрут. А какая-то грустная песня. А у мурта всё время такое. Обычно напевы у нас все грустные. Ну, это вот когда невесту одевали, готовили к свадьбе. Мама уже отдаёт и остаётся без дочери. То, что все гости-то приедут обратно домой, а невеста-то уже не приедет. Что она уже остаётся в другом доме. Невесту раньше, оказывается, выбирали по ногам. Если ноги худые, значит, женщина слабая. В жёны ещё надо подумать, брать, не брать. Чем толще нога, значит, работящая, крепкая. Вот её можно, значит, взять в жёны. И поэтому вот шерстяные обматывали даже вот ноги. Когда вот и лапки одевали, и ботинки ли одевали. На каждый день болезинские северные удмурты надевали одежду тёмных тонов в клеточку. На выход и на праздник белый с красным. Свадьба была особым сакральным обрядом. Готовились, не торопились. Желания молодых, говорят, не спрашивали. Будущих супругов присматривали и выбирали родители. В начале обряда молодые, а за ними и все гости проходили под дугой с колокольчиками, чингелей от злых духов, чтобы вся нечисть осталась за воротами. Считалось, чем шире была дуга, тем богаче жених. Самая пожилая хозяйка встречала новобрачных хлебом и мёдом, чтобы жизнь была сладкой. Шамьянлы, няньмена, чечемена, муж мумыкать, корка котритит берга. Шамьянлы, няньмена, чечемена, 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 чечемена. На свадьбе у Дмурты гуляли два дня. Первый в доме у невесты, потом приводили ее в дом мужа и испытывали нарасторопность и хозяйственность. В том числе проверяли умение печь перепечи. В северных районах их делали особые – с пестиком. Пестики – это молодые побеги хвоща пылевого. Вот они вот так растут над землей, у них шелуха. Эту шелуху убирают, пестик моют, измельчают и готовят начинку для перепечи, смешивая пестики с яйцом, молоком, маслом. Далее из заварного теста делают форму, называется они «перепечь кыч». Самые вкусные перепечи бывают не через мясорубку, а обязательно рубили ситечком в корыте, в деревянном корыточке. У нас это до сих пор так и осталось. В деревенских семьях обычно вот этим делом занимаются все. И дети у нас тоже этому все научены. И наполняют их уже начинкой. Ну а на вкус-то на что похоже? Вау, какой-то очень своеобразный вкус. Капуста? Нет, нет, не капуста. Девочки, что напоминает вкус перепечей? Мясо. Мясо. Подогревалась сковородка с маслом перед печкой. А мы привыкли. Мы очень любим, очень ждем эту весну и наши пестики. Выходили в сезон семьями и заготавливали по несколько ведер. Да и сейчас давние рецепты не забывают. Раньше мы все время ходили за пестиками. На полях еще снег. Вдоль леса мы уже ходили, пестики собирали. Дорогим гостям перепечу подавали на третий день. Раньше не уходили. Да заваривали траву местную, иван-чай или кипрей. Пили его еще при Петре Первом и везли на экспорт. Вот в засушенном виде выглядит он вот так. А летом это прекрасные фиолетовые заросли. Вся сила трав, именно вот этой травы, считается вьюле. Заваривают и цветы, и листья, но вот в таком виде совершенно другой отвар, совершенно другой вкус. Ну, не особо насыщенный, мы бы сказали, да? А когда уже чай ферментируется, получается насыщенный, ароматный, вкусный чай. Такой конфетный вкус. Удмурты также уважали лесные традиционные сборы и сочетали кипрей с листьями вишни, яблони и черноплодной рябины. В ход шла душица, мята, сезонные ягоды и кусочки яблока. Каждый раз выходил новый купаж и букет, который пробовали, смаковали и прикидывали состав для новой заварки. Анатолий Панфилович, вы же сами из Южных Удмуртов. Как вы попали в Болезинский район? Да, я Южный Удмурт. Фамилия Можгинский, фамилия у меня вообще татарская, Шарипов. Поэтому, когда я приехал в Болезинский район, представлялся, со мной начинали говорить по-татарски. За своего приняли? Да, я говорю, не знаю. И меня стыдит, как ты не знаешь свой родной язык? А я отвечал, свой родной язык я знаю хорошо, изучал. То, что по-национальски говорю, Удмурт. Вот таким разом из Южной Удмуртии. Когда в деревнях я начинал говорить по-удмуртски, то люди определили, ну, Удмурт-то понятно, но ведь не наш Удмурт. Сразу эту разницу они видели, да. Хотя литературный язык, он сложился, поэтому Южный Удмурт и Северный Удмурт, они друг друга понимают, и поэтому в Болезино я могу свободно говорить по-удмуртски, все меня понимают. Я их понимаю. А как вы попали туда? Да по распределению. В 79-м году закончил исторический факультет, по направлению. Приехал так и прижился, остался. И вообще такое явление было в советское время, видимо, для развития, что северные районы немножко всегда отставали, и туда направляли специалистов из южных районов. К нам немало ветеринаров приехали, закончив ветеринарную технику в Можге. Приехало немало строителей, каменщиков, они в Можге или где-то заканчивали профессиональные училища, их направляли в Болезино. Их там тоже немало из Южной Удмуртии. Или учителя удмуртского языка, Илна Алнашского района. Они приезжали по распределению преподавать удмуртский язык в нашей деревне. И там и так и остались. Южные приезжали на север. Ну, наверное, и наоборот было. Вот таким образом. Сегодня как вы себя больше чувствуете? Вы северный или южный Удмурт? Наверное, северный. Потому что все-таки 40 лет я живу. Для меня Болезино стало родным. Но мне очень интересно, да, как южная Удмуртия развивается. Я это отслеживаю. И это очень интересно, любопытно. Но я уже прижился в Болезино. Это уже моя родина. Вы в школе работали? Я в школе работал. Потом стал чиновником. За мной через год приехала жена, тоже историк. Она всю жизнь в школе отработала. Если приехать в гости в Болезинский район, что советуете посмотреть? На что обратите внимание? Какие достопримечательности? Нужно знать. Многие отмечают, что природа у нас очень хорошая, красивая. Национально-культурный центр. Не случайно иностранцы в Юнду ездят ведь. Значит, и нашим это будет интересно. На территории нашего района проходила гражданская война. Памятники гражданской войны сохранились. Железнодорожная станция, водонапорная башня. Промышленная архитектура XIX века. Есть у нас еще улица, вымощена немецкими военнопленными. Вот так считают. Вымостили это улицы наши, но немецкие мастера учили, обучали, как это делать. И до сих пор это есть. Это какие годы? Это 40-е, после войны. Это поселки Болезино. Поселки Болезино, да. А в гражданскую войну, говорят, китайцы даже воевали, да? В составе 3-й армии были они, да, были. А не оставили какой-то свет? Ну, я не замечал, я не замечал. Но наши краеведы считают, что маршал Голиков прошел через нашу территорию, маршал Чуйков юности воевал в составе этой армии. Есть такая версия, недоказанная, я в литературу потом искал, не нашел, но что будто бы в партию принимали на станции Болезино. Будущего маршала Рокоссовского. Хотя он в своих воспоминаниях пишет, что в партию вступил где-то в Сибири. Он, может, и не разбирался, а где Сибирь, где Болезино, вряд ли. Вот таким образом. В начале 20-го века в северные районы Удмуртии посылали политзаключенных, политических ссыльных, да? На территории Болезинского района, их тоже, говорят, было много. Как вы думаете, они могли иметь какое-то влияние на взгляды, на развитие местного населения? На образование? Вообще-то политзаключенные были сосредоточены в городе Глазове. И есть сведения, что они были в селе Сергина, на самом севере Болезинского района. Ну, под прямого влияние, трудно сказать. Конечно, они влияние оказывали, но это влияние было связано с появлением большого количества учителей. В конце 19-го, особенно в начале 20-го года, массово начали открываться начальные школы. Грамотность быстро проникала в регион. И учили, время от времени, собирались на свои конференции со всего уезда Глазов. То, конечно, эти идеи революционные им проникали. Если говорить о революционерах, Ну, самый крупный революционер из территории Болезинского района – это Иван Волков. Он вначале закончил гимназию в Глазове, потом Казанский университет. Это простой паренек из Узмуртской деревни, села Нововолково. И в Казани он стал лидером казанских большевиков, участвовал в установлении советской власти в Казани, активно очень участвовал. Сейчас не знаю, как, но в советское время его знали, ценили в Поволжье, в Казани. Но он заболел и в 19-м году приехал домой, там умер. И после его смерти, ну, ему 30 лет еще не было, галчаковцы, когда заняли село, они вначале узнали где-то, что крупный революционер. Городом оттуда стали искать его, утихомились, когда показали, что вот он скончался, вот его могила. Также братья Касимовы из деревни Кистен-Татары, они тоже след Казани оставили, как революционеры. А посредственное влияние оказали, потому что выходили из Глазовского района, это тоже революционеры, если в Наговицын вышел. У нас Иван Волков, это удмурты, которые становились вот такими крупными политическими деятелями. Своего времени. Времени, да. А кроме революционеров, кого из известных уроженцев Болезинского района мы знаем? Я бы назвал в первую очередь Евдокию Князеву, сподвижницу Кузебая Герда. В советское время мало кто о ней знал. Сейчас появились публикации. Она была всегда рядом и помогала Кузебаю Герду. Она видела Ленина, знакома была с Луначарским, внесла вклад в развитие национального образования в Удмуртии в 20-е годы. Она одна из основателей, вот у истоков газеты до сюда стояла. Но вот видите, как погиб Кузебай Герд, все его сподвижники были репрессированы, и она стала врагом народа. В 1956 году только реабилитировали, поэтому уже она была не на виду потом. Вот так сложилось. С нашего района вышло много ученых. Многие из них стали учеными за пределами Удмуртии, проявили себя. Но и здесь, в Удмуртии, я бы выделил Семена Ворончихина, одного из организаторов нашей Удмуртии медицины, здравоохранения, профессора, доктора медицинских наук. Можно назвать работников культуры, их тоже было немало, но кого выделить? Ну, наверное, Пимен Касаткин. Диктор Удмуртского района. Да, да, Удмурт Левитан, так называли. Голос был очень такой своеобразный, красивый. Я помню еще, как он говорил. Певец, заслуженный народный артист Удмуртии Николай Вахрушев, народный артистка Удмуртии Раиса Нефедова, заслуженный мастер спорта СССР, трехкратный чемпион мира Анатолий Карепанов. А еще Сергей Ардашев у вас... Ну, это современный молодежь. Современный, да, восходящий звезда лыжного спорта. Да, да, их целая плеяда, вот целая плеяда молодых, которые в молодежные сборные входят. Россия, а вот такой признанный уже редкий вид спорта, это бег на 100 километров, это вот Анатолий Карепанов, трехкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта. Ну, это как раз от севера Болезинского района до юга добежать. Болезинский район сегодня один из самых таких активных и заметных по работе в плане вот патриотического воспитания молодежи. Что стало тому причиной, Анатолий Панфилович? У нас, помню, вот первый, который погиб в Афганистане, Сергей Хлобыстов, я его учил, тогда не разрешали афишировать. Это похоронили скромно, не было никаких объявлений. То есть люди знали, но это надо было скромно, даже на могиле нельзя было написать, где он погиб, на гробе. А вот когда погиб первый в Чеченской войне, это было что-то. Пожалуй, участвовали на похоронах каждый житель поселка Болезинского. Это 20 тысяч человек практически вышли на улицу. Ну, не 20, конечно, поменьше. Все вышли на улицу, это было море людей. Вот это впечатление от Чеченской войны, оно было очень сложным, трудным. И когда стали возвращаться молодые ветераны войны, им было 20 лет, чуть постарше, вот они решили объединиться, чтобы поддержать друг друга, чтобы помочь. Это конец самых 90-х, начало нулевых годов. Вот время уже как быстро, 20 лет прошло. Они стали проводить мероприятия различные, и вот возник такой межрайонный праздник республиканского значения. День ветеранов локальных войн у нас ежегодно проводится, первую субботу августа. Конечно, были попытки перенести в Ижевск, все-таки это... Столица, центр республики. Вроде бы люди говорили удобнее, но ветераны тянулись в Болезину, и Болезинцы не отдали это. Поэтому каждый год большое количество людей собирается. Мы в прошлом году, в этом году не проводили из-за коронавируса, мероприятия были в другом формате. Но очень много людей собирается на тот праздник, не только со многих районов Удмуртии, но и из других регионов приезжают. Почему именно в Болезину? Потому что тут активные ветераны и инициативы. Ну, ветераны оказались молодыми, они были активными, да. Сейчас они уже повзрослели, им уже 40 лет, как минимум, многим. Работу продолжают, да? Работу продолжают, да. Им подсоединились группа старших товарищей, афганцев. Но вот все равно главную роль играет это вот поколение чеченцев. Кроме праздников, что они еще? Какую работу проводят? В первую очередь они помогают родственникам, родителям погибших. И моральная, и материальная поддержка, помощь оказывают. А много этих погибших, да? Ну, не много, но они есть. Много, но они есть. Но они ведь не только в нашем районе, они и в Главском районе. То есть у них связи между собой. Поддержка своих друзей. У всех по-разному ведь судьбы сложились у них, по-разному. Ну, работа со школьниками. Кто-то открывает Тол-Бабай, кто-то другой праздник открывает. Какой ритм он называет себя? Родина Лапша-Педуня. Ну, вот у нас так сложилось, что у нас День ветеранов локальных войн. Спасибо, Анатолий Панфилович, за интересный и познавательный рассказ. Вам спасибо, что пригласили. Историк, краевед, истинный патриот Болезинского района Анатолий Шарипов был сегодня нашим гостем. Любовь к родному краю – это еще и уважение к своим корням. Как мы уже узнали, в Болезинском районе работает Центр удмуртской культуры, в селе Сергина открыт Центр русской культуры, а в селе Кистым есть Центр татарской культуры. Его посетила наша съемочная группа. Давайте посмотрим сюжет. Самая большая деревянная мечеть в Удмуртии находится в деревне Кистым. Форма ее уникальна. Классические мечети татар были прямоугольными. Это построено в виде многогранного здания с восьмиугольником в центре. Снаружи это и вовсе 12-угольник – мечеть, где время исчисляли по солнцу. Солнце восходит с той стороны, из окна его видно. Обеденный намаз, когда солнце склоняется с зенита, тоже его видно. Заходит солнце с этой стороны, тоже из окна видно. Вот то, что получается восьмиугольник, он со всех сторон, можно определять солнце. И на подоконниках были свои отметины зарубки. И когда в центральной перекладе на рамы тень падала от нее на зарубок, уже означало, что время намаза наступило. И такие зарубки были во многих домах. То есть раньше татары жили по солнечным часам. Ильмир Касимов, нынешний имам Хатыб Кистымской мечети, историк по образованию, рассказывает. Мечеть построил гусман Хаджи Касимов после страшного пожара, который в 1903 году уничтожил половину деревни. Купец тогда был в Хадже, и когда узнал о пожаре, обещал Аллаху, что если его дом не сгорел, он отстроит мечеть заново. Так и случилось. Уже и новую мечеть в Кистыме отстроили, а эту старую не забывают, открывают на службы по большим праздникам. Другая история, и это исторический факт о том, как в 1941 году мечеть, как это ни странно, спасла война. В феврале было решено переустроить ее под клуб и разобрать минорет. Нарисовали проект. Вместо того, место, где молится имам, здесь должна была располагаться гримерная. Там, где сейчас у нас молильный зал, сцена. Большой зал – это зрительный зал, кинобудка, касса и зал ожидания. Все распланировали, деньги выделили, возможный материал уже был заказан. И, естественно, строительные дела отложили на лето. Но, как мы знаем, летом 1941 года началась война, и просто-напросто мечеть закрыть успели, а переделать просто не успели. В Кистыме бережно хранят мусульманские реликвии. Вот рукописный Коран, которому больше 200 лет. Уменьшенная копия накидки на дверь Каабы. Имам привез его на родину из Мекки. Теперь все это – часть экспонатов урока по основам религиозных культур. Школьники целыми классами приходят и в этнографический зал музея Кистымской школы, где воссоздан интерьер татарского дома. Кистым был торговым селом. Здесь строили двухэтажные дома. На первом торговали, на втором жили. Семейное финансовое благополучие лежало тогда на женских плечах. Вернее, на груди. Вот эта хасита, она собиралась не одновременно. Мужчины татары, в основном были торговцы. Съездил мужчина с торговли куда-то, выручил деньги, обязательно привозит подарок жене. Одну брошку. Пришила. Следующий раз съездил, еще другую брошку привез, еще пришила. И вот так в течение жизни вот эта хасите формировалась. Вот эта хасите – это было аналогом семейного банка. Потому что не всегда семья жила в достатке. Если вдруг что-то случалось, допустим, увечье главы семьи, то есть не может уже ездить в торговлю. Потом весенне-осенне распутиться, не могли ездить в торговлю, потому что дороги были плохие. И тогда женщина могла просто отрезать какую-то брошку или монету и продать, и на выученные деньги семья жила в достатке. Поэтому неверно, что в исламе женщина – второсортный, обиженный человек. Жили они на своей женской половине, но, как говорит имам, исключительно из соображений охраны материнства, верности и крепости семьи. Женщина все-таки вела затроночный образ жизни. Она не должна соблазнять чужих мужчин. А самый большой соблазн где? Это когда приходят в гости, допустим. Поэтому мужчин угощал глава семьи. Женщина только приносила еду, забирал муж и относил к мужскому застолью. Вот такие порядки. Сейчас, более-менее, тоже придерживаемся, когда, допустим, религиозное застолье, мужчины садятся с одного конца, женщины с другого конца. То есть стол делится пополам. Зато девушка имела право выбрать себе мужа. Делалось все это втайне, но жених понимал, что к чему, и осенью засылал сватов. Несколько раз в году устраивали молодежные игрища, то есть посиделки, праздник для молодежи, под надзором взрослых. Для того, чтобы татарская девушка, татарский парень могли между собой познакомиться. И вот в этот момент девушки обычно для этого вышивали вот такие свадебные онучи. То есть это ткань вышитая. Она вышивала. И, идя на вот эти посиделки, она вот онучи с собой брала. Если вдруг какой-то парень ей понравится, она втихаря могла ему подсунуть. Если парень принял онучи, значит, девушка ему понравилась. И на следующий вечер уже он, надевая сапоги, вот таким образом крепил эти онучи. И вот так распускал. И уже на следующий вечер все видели, что он уже занят. Обряды и ритуалы до сих пор в Кистыме помнят и проводят по всем правилам. Курмурты пекут с табани, а мы вот эти лепешки. Табекмек у нас называется. Пышные легкие дрожжевые блины, обрядовая блюда для проводов в армию. Ритуальное кушанье пекут перед печкой. Перед подачей смазывают маслом и готово. И не только для проводов в армию. Человек умирает вот третий день, седьмой день, сороковой день. Вот обычно печем такие табекмешки, как говорится. А на свадьбу пекут? Ну, бывает, что... Ну, нет, на свадьбу не пекут. Бывает, что вот когда мула читает муках, у нас называется, перед Богом расписывается, тогда пекут. На любой случай, так сказать, это наш традиционный стол. Чем угощали? Кабарща. Это вот традиционный кистымский хворост такой. Чапецких татар, я так скажу, потому что, которые деревни отделились, они тоже пекут кабарща. Напротив огня тоже в русской печи печется. Табекмек подается горячим на стол. Кабарща. Любимая девушка вышивала новобранцу носовой платок. Все остальные дарили полотенце, как символ дороги. В дорогу имам читал молитву и провожали юношу в путь древней песней о расставании с родными краями и семьей. Кистымские мужчины людьми служивыми были. Государем уважались, за это землями награждались. По жизни в Кистыме жили служивые люди. И вот эта старинная рекрутская песня, она передавалась от семьи к семье, от семьи к семье. И множество поколений пело эту песню. Было очень множество куплетов этой песни. И вот смотрите, если вот проводы в армию шли на протяжении нескольких часов, эта песня не прекращалась. Она пели, 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 пели разные куплеты. ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok